Изменение ценности мира Сексуальная ориентация ЛГБТ Это видео входит в состав цикл передач об изменении ценности в современном мире. В данном цикле передач затрагиваются следующие ценности, которые претерпевают изменения. Изменение отношения в мире к авторитету Бога, религии. Изменение ценности брака. Изменение методов воспитания и наказания детей. Легализация ЛГБТ. Легализация эвтаназии. Данные для этих видео были взяты по результатам исследования социолога Рональда Инхларта и его соавторов, которые представлены на карте ценности мира Рональда Инхларта. О том, что такое карта Инхларта и какие обозначения применяются на данной карте, и значение всех терминов, которые там есть, вы можете посмотреть в данном видео. Карта Рональда Инхларта. По каждой из этой темы созданы отдельные передачи, которые вы можете посмотреть, пройдя по ссылкам, представленные в описании данного видео. Следующая культурная ценность, которая претерпевает изменения в мировом сообществе, это ценности в области сексуальной ориентации. И прежде чем мы с вами будем рассматривать и анализировать данные на диаграмме, для более лучшего понимания рассмотрим значение понятий, а также краткую историю и развитие этого вопроса. Какие сексуальные ориентации входят в понятие ЛГБТ? Есть сексуальная ориентация, которая присуща большинству людей в мире, которая выражается к сексуальному влечению к противоположному полу. Но есть также сексуальные ориентации, которые свойственны меньшинству. Это такие ориентации, как лесбиянство, когда у лиц женского пола есть сексуальное влечение к женскому полу. Затем геи, то есть мужская гомосексуальность, когда у лиц мужского пола есть влечение к мужскому полу. А также сюда входит и бисексуальность, когда сексуальная активность проявляется по отношению как к мужчинам, так и к женщинам. И трансгендерность, когда человек имеет влечение к такому же полу, как он и имеет, и он решает изменить свой пол в соответствии со своим сексуальным влечением. Эти изменения могут происходить путем приема гормональных препаратов на протяжении всей жизни или долгого периода жизни. Или же через хирургические операции. Давайте посмотрим краткую историю развития отношения к этим проявлениям сексуальной ориентации. В 1948 году гомосексуальность была включена в список международную классификацию болезней. Включена как болезнь. Следует заметить, что список международной классификации болезней через определенные периоды времени он дополняется и уточняется. В 1975 году гомосексуальность была включена в международную классификацию болезней номер 9 как заболевание, относившееся к группе психосексуальных расстройств. Такое сексуальное влечение врачи и психологи определили как психосексуальное расстройство, как заболевание. Но в 1990 году Всемирная организация здравоохранения при обновлении списка исключила гомосексуальность из этого списка как психосексуальное расстройство. Но для подобных людей оставила диагноз эго-дистонической половой ориентации. Что это значит? Это значит, что когда человек осознает свое влечение к одинаковому полу, но при этом он отказывается ее принять и не хочет иметь подобные связи. В результате этого происходит в этом человеке депрессия, страхи, какие-то психические проявления. То есть вот это неприятие своей ориентации является диагнозом эго-дистонической половой ориентации. Не само влечение к одинаковому полу, а просто неприятие в самом себе этого проявления. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения при уточнении списка болезней исключила диагноз эго-дистонической половой ориентации и приняла следующую формулировку. Хотя гомосексуальные и бисексуальные люди часто испытывают более высокий уровень стресса, это связано с социальным отвержением и дискриминацией и не может считаться психическим расстройством. То есть проблемы в подобных людях, психологические проблемы, есть результат воздействия социума. А так как это результат воздействия социума, то это уже не является психическим расстройством или заболеванием. Совет Организации Объединенных Наций принял резолюцию о защите прав сексуальных мужчин в 2011 году. Документ поддержали 23 члена Совета, против выступили 19, воздержались 3, то есть практически 50 на 50%. Итак, в чем заключалась эта резолюция? Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека выпустило отчет, в котором задокументированы нарушения прав ЛГБТ. И после выпуска отчета Организация Объединенных Наций призвала все страны принять законы, защищающие основные права ЛГБТ. В чем выражаются эти права ЛГБТ, которые необходимо защищать и, согласно резолюции ООН, необходимо утвердить в законах каждой струны? Первое. Это отмена законов об уголовном наказании за гомосексуальность. Второе. Это принятие законов о легализации однополых браков. Третье. Это принятие законов о легализации усыновления детей однополыми партнерами. Четвертое. Это принятие законов, которые дают возможность открыто служить в армии с сексуальным меньшинством. И, наконец, последнее. Предоставление возможности изменить пол с получением необходимых документов. Давайте теперь посмотрим диаграмму. На диаграмме вы видите следующую маркировку или обозначение. Цифры указывают на то, с какого года правительство данной страны приняло законы о легализации прав ЛГБТ. Год, написанный белым цветом, указывает на то, что все права ЛГБТ были легализованы на законодательном уровне. Год, написанный зеленым или голубым цветом, указывает на то, что не все права были легализованы в стране на законодательном уровне. В тех странах, в которых приняты законы, запрещающие ЛГБТ, я обозначил сокращенно словом «Запора». Зеленый цвет данной надписи указывает на то, что в стране запрещены практически все права ЛГБТ, регистрация однополых браков, усыновление детей, открыто служить в армии, возможность изменить пол. Но при этом уголовная ответственность за такие проявления была отменена. Желтый цвет данной надписи указывает на то, что в стране запрещены все виды прав ЛГБТ и предусмотрена уголовная ответственность с последующим наказанием. Начнем с кластера, который включает в себя страны, на культурные ценности которых повлиял протестантизм, который зародился в этих странах. В Нидерландах были узаконены права ЛГБТ в 2001 году. Нидерланды являются самой первой страной, в которых были узаконены эти права. Правительство Швеции легализовало и узаконило права ЛГБТ на законодательном уровне в 2009 году. А Швейцария совершенно недавно, в 2022 году. Посмотрим на кластер, который включает в себя страны Европы, на ценности которых оказало влияние учение католической церкви. В Испании, правительство Испании в 2005 году приняло законы о легализации всех прав ЛГБТ. Франция в 2013 году, Португалия в 2015 году. В 2016 году правительство Италии узаконило права, но не все. Право на усыновление детей однополыми партнерами в Италии не было принято. Следующий кластер включает в себя страны, которые объединены одним языком. То есть это англоязычные страны. В Великобритании, Канада, Австралия, правительство этих стран на законодательном уровне легализовало права ЛГБТ. Канада в 2003 году, Великобритания в 2014 году, Австралия в 2017 году. В 2015 году правительство США легализовало права ЛГБТ, но не все штаты поддержали эту легализацию. В некоторых штатах не позволяется усыновление детей однополыми партнерами. Спустимся немножко ниже и посмотрим на кластер, который включает в себя страны Латинской Америки. Практически во всех этих странах узаконены права ЛГБТ. В Бразилии с 2013 года, в Колумбии с 2016 года, в Мексике с 2022 года. Следующий кластер включает в себя страны, на культурные ценности которых оказывают влияние учения ислама. В этих странах на законодательном уровне приняты законы, которые запрещают гомосексуальность. Например, такие законы есть в Ираке, в Египте. Но в некоторых странах, помимо запрета на проявление гомосексуальности, есть еще и уголовная ответственность. Так, например, в Марокко предусмотрено уголовное наказание до трех лет лишения свободы. В Саудовской Аравии вплоть до смертной казни. Поднимемся немножко выше и посмотрим на кластер, который включает в себя страны, на ценности которых оказало влияние строительство коммунизма и учения православной церкви. Практически во всех этих странах присутствуют запреты на законодательном уровне о гомосексуальности. Запрещены однополые браки. Запрещены усыновления детей однополыми партнерами. Запрещены операции по смене пола. В некоторых из этих стран я выделю на карте. В законодательстве России присутствует конституционный запрет. В Молдавии, Казахстане. Интересная картина проявляется в Израиле. Легализация однополых отношений в Израиле была в 1988 году. Но есть определенные особенности. В Израиле не разрешается заключать однополые браки. Но при этом признаются браки, которые были заключены в других странах. И еще интересный момент по Израилю. Операция по смене пола в Израиле проводится за счет государства. Также принят закон, согласно которого в правительственных структурах могут изменить пол в паспорте без операции по желанию человека. Ну и наконец рассмотрим кластер, который включает в себя страны Востока. На культурные ценности, которых оказало влияние учения Конфуция и древних восточных религий. Практически во всех этих странах на законодательном уровне присутствуют запреты на гомосексуальность. В Японии запрещено, в Китае и в Южной Корее. Согласно данной диаграмме мы видим, что на изменение ценностей сексуальной ориентации совершенно не влияют ценности, которые расположены по вертикальной шкале. Это традиционные ценности и светско-рациональные ценности. Страны, которые растянулись вдоль этих ценностей, они все имеют запреты в своих законодательных базах на проявление гомосексуальности. Но нижняя шкала, которая включает в себя измерение ценности выживания и ценности самовыражения, показывает, чем больше пунктов в сторону ценности выражения имеет страна, тем более вероятность, что правительство этой страны легализует на законодательном уровне все права сексуальных меньшинств. И как мы с вами помним и знаем, что ценности самовыражения включают в себя ценности индивидуализма. Это когда общество проявляет себя так, что каждый индивидуум или каждый человек ставит свои желания, свои проявления, свои устремления больше, нежели желания или правила коллектива, семьи, страны. Человек стремится выражать все, что у него есть внутри, в первую очередь, и жить тем, что у него есть внутри, тоже в первую очередь. Несмотря ни на какие правила, ни на какие ограничения, ни на какие коллективы. Чем больше в обществе доминируют подобные концепции, тем больше это общество смещается в области ценностей самовыражения. Следует заметить еще такой очень интересный момент. Светско-рациональные ценности, которые могут включать в себя отвержение веры в Бога, отвержение религии, совершенно не ведут к тому, чтобы узаконить права ЛГБТ на законодательном уровне. Все равно такие ценности содержат какие-то определенные рамки, рамки, возможно, традиционных ценностей, которые не позволяют человеку на первое место ставить свои личные желания, пренебрегая сексуальными нормами, семьей, коллективом, страной. Ценности самовыражения — это совершенно недавнее явление, которое появилось в мировом сообществе. Возможно, появление этих ценностей связано с исследованием в области психологии, с большим скачком научно-технического прогресса в последнее время, с материальным изобилием, которое появилось во многих странах. Сложно, конечно, судить об этом. Можно заметить явный факт, что мы с вами живем в то время, когда в мировое сообщество входит новый вид ценностей. И эти ценности ставят желание человека и его проявления на первое место.